Спасибо за просмотр! 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 И это не так все просто, потому что на левую руку идет очень большая нагрузка, но в целом терпимо. Отряду спецназначения в Алтайском крае штурм через окна, к счастью, почти не пригождался. Однако навыки нужны. К примеру, в том числе и с помощью таких методов, в 2021 году бойцы ФСБ взяли 19 участников запрещенной сламистской организации. Кстати, с помощью подобных упражнений отрабатывают навыки спуска не только создания. Тренировка штурма с вертолета – это следующий этап. Принцип спуска похожий, однако подготовка идет основательнее, ведь форс-мажорных ситуаций зачастую возникает больше. Поэтому надо быть готовым ко всему. В том случае, помимо знаний, концентрация, внимание и если какие-то нештатные ситуации, чтобы голова работала, чтобы он знал, что он делает, принимает решение, слушал и борт, и видел, ну ориентировался. Высота может быть разной, зависит от задач. Обычно спуск производят примерно с 10 метров. Цифра кажется незначительной, однако это обманчивое впечатление. Страх все равно присутствует. Он здравый страх, он не такой, что пугливый. Чувство самосохранения все равно человек всегда будет преследовать. И без этого никак. Но мы подготовлены, натренированы, и страх нам чушит. Подготовлены не только бойцы, но и техника. Борт – так называемый терминатор. Перед нами вертолет Ми-8 с модификацией АМТШ, что значит штурмовой. Поэтому в нем есть специальные крепления для канатов, а также дополнительная дверь, чтобы десантироваться было куда проще. Кстати, также в нем есть специальная броня, которая защищает членов экипажа. Она располагается на кабине, но сейчас ее, конечно же, сняли. Перед вылетом нужно сделать три вещи – сложить тросы, проверить снаряжение и прослушать инструктаж. Вот взялся, вот ноги у меня. Видите, да? Вот таким образом друг на друга они направлены. Вот руки. Дальше здесь я с доворотом вот сюда выхожу и начинаю скрывать. Канат нужен для скоростного десантирования. Грандиозная нагрузка ложится на руки. От физподготовки зависит, насколько быстро спустится вся группа. А вот трос используют по одному. И боец сам регулирует, как низко ему нужно зависнуть для выполнения боевой задачи. Высадка с вертолета – это лишь одна из многих тренировок сотрудников спецподразделения ФСБ. Также они проверяют огневую подготовку. Именно в ней познается, можешь ты довериться товарищу или нет. И проходит она на полигоне. Первый номер, кончились патроны. Красный! Держу! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Благодаря этому упражнению бойцы обучаются работе втроем. Эту тактику используют преимущественно во время заданий в помещениях. И у нее есть своя специфика. Бронированный щит, который сотрудник носит с собой и заходит первый в адрес – это для нас и есть тяжелая броня. Второй идет в старшей двойке. То есть, если тройка, то значит в тройке. То есть, щитовой всегда подчиняется, скажем так, либо второму, либо третьему номеру. В целом, броня и навесное подбираются, исходя из комфорта самого бойца. То есть, можно взять столько магазинов и подсумков, сколько пожелает душа. Главное – не переборщить. Если это на несколько суток, скажем так, выход, да, с выполнением нескольких огневых задач, то люди стараются брать веса по минимуму. Поэтому лишних обвесов, мне кажется, не должно быть. Да, прицел, коллиматорный прицел, увеличитель, как бы, да, это нужно. Лучше взять боекомплект дополнительный, чем какие-то лишние вещи тут тащить. Плюс для леса еще актуально приборы бесшумной, беспламенной стрельбы. Также важную роль играет само вооружение. В основном в спецподразделении используют АК-74. Однако при работе в тесном помещении выбор может пасть на компактный СР-2 «Верест» или СР-3 «Вихрь». Сейчас бойцы спецподразделения используют не совсем стандартную стойку, то есть приклад не у плеча, а ближе к груди. Это позволяет быть более мобильным и выглядывать из-за углов справа или слева. Стрельбе готов. Огонь! В среднем, чтобы привыкнуть к новому оружию, у бойца уходит где-то 3-4 дня. Чтобы привыкнуть к работе в команде, времени уйдет в разы больше. Иногда месяцы или даже годы. В среднем, чтобы отработать все до автоматизма, каждое упражнение нужно повторить 5000 раз. За это время бойцы становятся не просто коллегами. С семьями встречаемся, дружим, жены дружат. Поэтому, можно сказать, уже коллектив не только из нас состоит, но еще и из наших боевых подруг, жен. Спецподразделение охраняет спокойную жизнь в Алтайском крае на протяжении 27 лет. Ежегодно они проводят в среднем более 60 задержаний. Среди преступников – контингент от коррупционеров до террористов. Например, в 2006 году сотрудники ФСБ взяли Адама Муталиева, входившего в бандитскую группировку, от рук которой в республике Ингушетия погибло 77 человек. Также спецподразделения всегда готовы поддержать страну на передовой. На их счету ни одна военная операция. Сегодня в числе боевых командировок алтайских бойцов – Северный Кавказ и зоны СВО. Там они выполняют свою работу ради мирного и благополучного будущего Отечества.